Всем здарова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в бесконечное лето, в очередной мод, который, я надеюсь, будет короткий, а если не короткий, то его тоже пройду, хотя у меня есть еще не короткие моды, которые мне надо допроходить. Короче, я надеюсь, что этот мод будет коротенький. Мод называется Необычный Попаданец по имени Дио. Очень, очень давно он у меня в мастерской лежал, и наконец-то я вот решил его пройти, хоть посмотреть, что вообще он из себя представляет. В описании я прочитал то, что главный герой это, ну, естественно, Дио, Лена и Алиса. Я не знаю, что будет тут между ними решаться, может быть, какая-то сходка необычных злодеев будет. Ну, типа, Лена, она же с ножом чик-чик может кого-либо угодно порешать, может быть, даже Дио порешит. А Алиса, ну, Алиса, я не знаю, просто как это, как лютик будет на гентаре бренчать. Так что нажимаем Down Death Project. Zone Studio. Музыка уже эпичная. Down Death Project и Zone Studio представляет При участии в создании Чубака Сам Хайпер Флоу Ви 520 Эджерис Эгберис Короче, идеичный Борис. Мод необычный Попаданец По имени Дио. Тан-дан-дан-дан-дан-дан Это была великая битва. Битва двух сильнейших сенс-юзеров. Джотар Куджо и его старт-латином. И я со стендом под названием The World. Чёрт, как такое ничтожное существо, как человек может сражаться со мной наравне? Никто и ничто не может победить меня. Его сила превосходит всех, против кого я сражался. Но ему не победить. Сдавайся, Джотаро. Твоего деда я прикончил медленно. Но тебе я подарю быструю смерть. Что ты сказал, урод? То, что тебе конец. Показал то, что он пизданул. Заварка! Чай заварить! Наконец. С родом Джостеров будет покончено. Я, Дио, стану сильнейшим во вселенной. Бессмертие, вечная жизнь, регенерация, хентай. Всё это будет в моей власти. Непобедимый стенд, вампиризм и невозможная мощь. И, наконец-то, я дождусь мощную видеокарту. Умри же, Джотаро. Что? Он двигается в установленном времени? Я не ожидал такой атаки и тактически охуел. Даже глазом моргнуть не успел. Я чувствовал, как мой череп разрушается на тысячи мелких кусков. А рассудок понемногу теряется. Кулак Старплатинум понемногу пробирался до моего мозга. Я проиграл. Нет, 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 нет! Всё не может так закончиться. Я не могу проиграть жалкому подобию меня. С каждой секундой мои мысли становились всё тише и тише. И, в конце концов, я провалился в мир ужаса. Мир ужаса под названием «Совёнок». Я очнулся. Яркий солнечный свет бил прямо в глаза. Когда я полностью очнулся, я понял, что я не в городе, где сражался с Джотаро, а оказался в самом настоящем автобусе. Что? Где? Что произошло? Я же только что был там. Иди, успокойся. Это кибер-цыгане. Они подъехали на своём кибер-делоре, у которого ещё конь на капоте. Тебя подлатали, степлер взяли, подшили чуть-чуть. И такие, а, ебанём-ка мы в совёнок. Они и Семёна так возили, и тебя свозят. И, хуй пойми, ещё кого тоже они так привезут. Так что успокойся. Это всего лишь кибер-цыгане. В битве. А сейчас каким-то боком вроде как... Как... Как в автобусе? Да! Может, я сплю? Может, я обрежу? Может, Джотаро таки убил меня, а я этого не заметил? Сотни мыслей за одну секунду принеслись в моей голове. Но ни одно я не мог довести до ума. Солнце. Солнце? Я не горю? Только сейчас я понял одну странную вещь. Какого чёрта? Что с моим телом? Почему я, чёрт возьми, не горю? Ну не горишь и заебись. Чё ты, блин, как Семён, ты ныть начинаешь? Вместо моего шикарного накачанного тела было... Тело меня 17-летнего. Не может быть. Это что, ад? Если так, то для ада это место слишком живое. Я много чего натворил, чтобы попасть в это место. Впервые за сотню лет я почувствовал приятное ощущение от солнца. Как ни странно, я чувствовал силу моего сердца. А, силу моего стенда. Что означало, что он со мной. Так, соберись. Попытайся рассуждать логически. Я помню битву Джотара Куджо в мельчайших подробностях. Да, я остановил время своим The World. А он мог сдвинуться и уничтожить мой мозг, поэтому я умер. Я решил осмотреть место своего пребывания. Посмотрев в окно, я понял, что нахожусь в центре полностью чистого поля. Странно здесь все. Не похоже это место на преисподнюю. Скорее наоборот. Да и мое молодое тело вместе с моим The World, который появился у меня уж не так давно. Черт возьми, где я сейчас нахожусь? Почему так душно? Я сейчас прям сдохну. Я решил выйти на свежий воздух, так как в этой железной банке было невероятно жарко. А мне действительно интересно, а у Дио сейчас тело его из Джо-Джо, либо у него тело Семена, который вот типичный Семен. Лучи, звезды, свет, обжигание кожи. Я не чувствовал этого сотнями лет. Тьфу, о чем я думаю? Я попал в какую-то задницу мира. Возможно, умер, стал молодым, но оставил свой стенд. А я тут о такой фигне думаю. Я посмотрел немного дальше от себя и заметил железные ворота. На них красовалась надпись «Пионерлагерь», а назывался он «Совенок». Что? Что такое пионерлагерь? Где я вообще нахожусь? Дио, я тебя полностью понимаю. Можешь поступить двумя способами. Либо, как показывает девочка статуя, иди нахуй. Либо, как показывает пацан, иди и бухай. Один вариант из двух. Слишком большой груз навалился на мою, теперь уже молодую голову. Я стал мыслить, как двенадцатилетний ребенок, у которого украли конфеты. Судя по недавнее покошенной траве и покрашенному с воротом, здесь и явно есть люди. Или хотя бы подобие их. Как же противно от того, что я теперь чертов слабак. Хоть и со стендом. Что же мне делать и как поступить? Хотя, Дио, я бы твои слова немножечко поприберег бы. А мало ли, у тебя тело семнадцатилетнего. Но, вдруг, ты все та же кач-машина. Единственное решение, к которому я пришел, пройти на территорию данного пионерлагеря. Хоть я и не знаю, что это. Я только хотел войти, как вдруг из-за ворота вышла девушка. Что заставило меня... Зе Ворда! Зе Ворка! Девушка. Девушка, она меня до чертиков напугала. То есть мне на серьезных щах хотят сказать то, что Дио, который вот весь такой себя кач-мен, в крутой позе может даже ссать на гаражи. И он испугался какой-то бабы. Не, я могу понять то, что он в этих глазах увидел неминуемую смерть. Но... Ну, что за хуйня происходит? От неожиданности ее появления остановило время, что и дало мне отсмотреть ее. Приятные на вид волосы, сплетенные в две огромные косы, делали девушку очень красивой. Ее талия, глаза прям-таки заставляли таять. На вид ей было лет шестнадцать, не больше. Колхозная одежда и приятная улыбка. Так, а вот теперь... Самый главный вопрос. Который... Я не знаю, почему-то мне пришел в голову. А Дио хоть с кем-то ебался или нет? Не, я все могу понимать то, что сила, власть, могущество. Это, конечно, да, но... Он так рассуждает, будто он впервые с дерева слез и бабу увидел такой... О, о, баба, приятная красивая одежда, приятная улыбка, о-хо-хо. Что она здесь забыла? Она враг? Или друг? Тебе ли не похуй, ты же Дио? У нее есть стенд? Да, стенд под названием... Метелко! Пока я думал об этом, время восстанавливало свой ход, и она все же меня заметила. Почему все пространство не становится серым, как должно быть? Почему все остается таким же? Улыбнувшись еще сильнее, она подошла. Привет, ты, наверное, новенький. Чего? Новенький? А тем временем Дио оборачивается, и сзади стоят двое добрых людей в белых халатах. И Дио начинает орать. Какую дурку? Вы что, совсем долбанулись? Я Дио, у меня стенд зе ворлд! И санитары такие, все, понятно, грузите этого ебаната. Чего, новенький, меня что, ждали? Я чувствовал, как мое сердце бьется все сильнее, а по моей прекрасной коже течет пот. Она говорила на русском! Новенький? А, да, наверное. Меня передернуло. Я эти слова сказал, будто не я, а что-то изнутри. Она говорит на русском. Как такое возможно? Я уже точно не в Египте. Вот и прекрасно. Меня зовут Славяна, но многие меня зовут Слави, так что ты тоже так зови. Хорошо, Славя. Мое диме Дио Брандо. Похоже, меня и правда ждали. Иначе бы она удивилась мне. Логика. Ух ты, тебя правда так зовут? Необычное имя. Ну да ладно, сейчас о более важном. Тебе сейчас нужно к вожатой, она все расскажет и покажет, а также даст обходной лист. Вожатая? Кто это? Как это кто? Ты что, первый раз в лагере? На мои слова она лишь рассмеялась. Чего ржешь, тварь? Разбить бы твое тупое лицо. Успокойся, Дио, веди себя более-менее... Да, впервые приехал сюда. Не очень разбираюсь в этом всем, поэтому могу немного глупеть. Мое умиление отлично ворать помогло мне не показывать здесь свой страх и недопонимание... В смысле, какой страх? Ты Дио или кто? Или черт обоссанный? Ясненько. Но это не проблема, привыкнешь к этому. В общем, сейчас тебе нужно пройти в лагерь, пройти до третьего поворота, пройти налево, потом есть дорожка направо, до поворота и налево. Хм, вожатая, если она тут главная, то можно будет узнать и кое-что, и многое другое. Я все запомнил. Большое ничего не нужно? Нет, ничего. Я бы тебя провела до вожатой, но у меня дела очень много с детьми. Кстати, вожатую зовут Ольга Дмитриевна. Ольга? Что за идиотское имя и фамилия? Хотя, имя славяна тоже немного странное. Нужно как можно больше узнать о месте моего пребывания, этих людях, и есть ли у них стенд. Зо Ольг, тихо проговорил я. Ты что-то сказал? Как ни странно, она не видит мой стенд. Это довольно-таки необычно. Я говорю, иди уже, а то дети, наверное, заждались тебя. А, понятно, тогда спасибо, пока. Сказала славя и пошла за ворота. Куда меня занесло? Я должен выбираться отсюда как можно скорее, если это, конечно, возможно. Я не понял, Дио что, Семеном стал? Путь я запомнил, так что волноваться не о чем. Ольга Дмитриевна, я попал в СССР, в Советский, мать его, Союз? Как же так? Как же получилось, что я, Дио, проиграл и попал в какую-то задницу? Джо Таракуджо, когда я выберусь, я найду тебя и убью вместе с твоими дружками. Хорошо сказано. Успокойся, Бранда. Твоя задача сейчас это играть по правилам этой заварушки. И разузнать как можно больше. А потом уже все остальное. Мне почему-то кажется, что тут должна быть концовка, в которой Дио просто как какая-то смерть машина стучится в каждый домик и говорит то, что «Здрасте, смешная нарезка детей!» К вам в домик пришла. Я зашел на территорию лагеря, и к моим глазам открылась картина маслом. Мальчики и девочки разных возрастов бегали друг за другом. Все в той же белой форме. Кто-то дрался ветками, кто-то играл в непонятные для меня игры. Как же противно от всего этого веселья и улыбок. Лучше бы меня и правда в ад закинуло. Пройдя немного дальше, я наткнулся на здание. Около него была надпись «Клубы». Не помню, зачем я начал изучать русский, но сейчас это очень поможет. А нихера себе типа Дио от нихер делать, пока ждал Джотору. Такой «А выучу-ка я русский язык, это мне точно пригодится!» В один момент из здания вышла девушка. Ее волосы были фиолетового цвета, а глаза зеленые, как трава. Такая же прекрасная фигура и лицо. Увидев меня, она прокраснела. Странна она какая-то. Чего помидором-то стало? Хотя я один из красивейших парней в мире. Это и так понятно. Аааа, у меня на это времени. Нужно идти дальше, насрать на нее. Не удостоверив ее взгляда, я отправился дальше. Противное солнце светило в оболочку моего глаза, а пот стекал ручьем. Какое же человеческое тело слабое? Я и не думал, что когда-то почувствую это снова. Как же я хочу воды! Как же я хочу есть! Боже, поскорей бы добраться до этой Ольги. Че ты ноешь, как пенсионер какой-то старый? Какого х... Кто-то ударил меня по плечу. Боль была не сильной, но и нетерпимой. Какая тварь посмела... Меня ударить. Вместо какого-нибудь урода, который считает себя самым крутым, здесь стояла девушка. Рыжий, почти медные волосы, отлично сливались с янтарными глазами. Через пола подними, пионер! Сказала девушка и начала меня осматривать. Как я заметил, из гладкой и красивой рубашки она сделала узел около груди. Похоже, галстук она связала на руке. Ты что делаешь, маломерка? На мой яростный крик она снова рассмеялась. Как это что? Встречаю запоздавшего! С запоздавшего? Что? Она совсем с ума сошла? Ладно, приятно было увидеться, но у меня дела. Здесь что, увидимся? Сказала девушка и ушла, при этом хихикнув мне спину. Что это было? Ну, тебя обоссали. Добро пожаловать, совенок. Она надо мной поиздевалась. Я посмотрел, куда она ушла. Ее не было. Вот же шавка. Мне нравится ее дерзость. Ладно. Мне кажется, что как минимум один рут я уже запомнил, который тут есть. Наконец, спустя 10 минут жары и мучений, я добрался до дома. Так называемый вожатый. Представлял он на себя треугольник, окруженный противными кустами среди... А, сирене по бокам. Здесь и живет глава. Я-то думал, у нее апартаменты будут как у Джонатана. А нет. Похоже, это место хочет, чтобы я ввел себя как подросток, который приехал в данный лагерь отдыхать. Не просто же так меня сделали молодым утырком. Если для того, чтобы уйти отсюда, нужно будет вести себя как идиот, или же обычный подросток, то я это сделаю. Подумал я и постучал в дверь. Довольно-таки приятным женским голосом мне ответили, входите. Я вошел. Хоть дома снаружи здоровый фантомас, хоть дома снаружи выглядело довольно мелким, внутри он был очень даже просторным. Ну а что ты хотел? Это тардис по совенке. Ааа, по совенничеи, я бы так это назвал. Две кровати, два шкафа, тумбочка, стула, многое другое вешалось сюда, а посреди всего этого стояла женщина. Она улыбнулась. Ее волосы были каштанового цвета, точно такая же белая рубашка, веселое настроение и странный взгляд. Ох, ну наконец-то, я уж думал, ты пропал куда-то. Извиняюсь, конечно, в каком-то смысле пропал. Мы тебя с утра ждем, а тебе все нет и нет. Ладно, с этим мы разберемся потом, ведь мы и так потеряли много времени. Она поправила свои длинные волосы. Ужас, какие мы важные. Меня зовут Ольга Дмитриевна, я вожатая твоего отряда на данную смену. Можно узнать твое имя? Мое. Меня зовут Дио Бранда. Лицо женщины приняло удивленный вид. Правда? Очень даже необычное имя для наших мест. А ты что, иностранец? А, не, я просто... Просто дурачок. Думай, Дио, нельзя же сказать, что ты бывший столетний вампир. Не, я не знаю, просто мои родители решили меня так назвать. Я думаю, что это довольно-таки красивое имя, которое подходит под мою фамилию. Ох, а я-то думал, тебя в честь кого-то назвали. Писателя, например, ну или художника. Нет уж, все намного проще, чем вам показалось. Слушайте, диалог был, конечно, приятным, но лучше бы перейти к тому, зачем я сюда пришел. Вот молодец, напомнил, что-то заговорил себе. В общем, так как у нас проблема с домиками, ведь ты приехал на неделю позже, ты будешь жить со мной. Форма, мыльнорынные и так далее, ждут тебя в шкафчике. Что, даже вопросов не будет? Нет, совершенно никаких. Все предельно понятно. На самом деле, хотелось поскорее свалить отсюда, ведь одно лишь ее присутствие пробуждало желание убить ее. Вот и отлично. Сейчас сможешь прогуляться по лагерю, посмотреть тут все, а потом в столовую, когда нужно будет, приди, ты поймешь. Хорошо. То есть, я могу идти? Ну да. Теперь ты официально член пионерлагеря Савенка. Поздравляю. Да как же ты задрала? Замолчи уже, Ольга Дмитриевна. Все, тогда до свидания. Огрызнулся я. И вышел из дома. Птицы проративно чирикли, создавая нагрузку на мой и так подгоревший котел. Что же, сейчас у меня есть время осмотреться и понять местность, фауну и местных. А для этого придется попотеть. И отправимся к первому же повороту. Конечно же, запоминай путь. Мне интересно, а хоть что-то эпичное в этом моде еще будет? Ну, помимо начала или нет? Спустя время я вышел к странному квадратному зданию. У него был огромный козырек и большое количество окон, через которые можно было увидеть множество инструментов. Похоже, я бы вышел в клуб музыки. Дрянь какая. Похоже, что никакой информации здесь о манее не узнать. Все слишком обычное. А раз так, то просто буду ждать ужина. сильный голод и правда преследовал меня. Причем с самого первого появления здесь. А? Что это за музыка? Услышав ее, почти все люди около меня пошли в одном и том же направлении. Немного подумав, я понял, что это горн, который призывал всех на обед. Что ж, раз так, лучше потороплюсь, иначе все съедят. А мне интересно, а способность Дио просто впитывать, ну, там, я не знаю, жизненную энергию какую-то из людей? Типа все улетучилось? То есть Дио простой лошок теперь? Настоящие звери. Как такие твари могли стать верхом эволюции? Заварка! Заварка! Остановив время, чтобы эти животные не толкали меня, я прошел в столовую. Нихера себе лайфхаки по совеночи! Столовая была полной. Посмотрев на местных обитателей даже в восстановленном времени, я понял, что кроме свиней здесь никого нет. Зе Ольт! Время восстановило свой ход. Никак не привыкну, что все кажется таким цветным, как и до остановки времени. осмотревшись, я увидел кучу детей, которые смотрели на меня с удивлением. Че зырите? Идите куда шли! Маленькие сволочи быстро разбежались, а еле-еле нашел место похожей раздачи. Получив порцию размельченной картошки и кусок мяса, я отправился на поиск места, чтобы сесть. К сожалению, места без людей не было, из-за чего я решил сесть к первому попавшемуся человеку. Ей оказалась та самая девушка, которая ударила меня по спине. Ух ты! Сейчас ты получишь за свое злодеяние. Никакая тварь не может меня тронуть. Мой план маленький месяц состоял в том, чтобы влиться к мне в доверие, а потом восстановлено времени что-то с ней заделать. Конечно же, сразу исполнять это я не стал. Нужно немного времени. Блять, мне кажется, я понимаю, к чему может все прийти, если все пойдет так, как он описал. Так как это совенок, ну и чисто так вот случайно совпало с тем, что тут людей могут эбать, мне почему-то кажется, что девушка что-то с ней сделает в таком же плане. Вот что-то мне это подсказывает. Здравствуй, можно присесть? А, что? Да ради бога. Похоже, она была в своих мыслях и не заметила меня. Спасибо. Сарказмом сказал я и сел рядом. Еле мы молча, пока рыжая не начала диалог. Меня кстати Алисой звать. А? Странно, что она решила начать разговор так. Похоже, здесь все такие странные. Дио, приятно, в скобочках нет. Вау, довольно странное имя. Да нормально имя, чё пристали? Чё орёшь-то? Как мне странно, мои крики её не напугали, а даже наоборот. вот же мелочь, насмехается надо мной. Вместо ответа я уткнулся в тарелку. Мой план был идеален, как швейцарские часы, блядь, надёжные, просто надёжнее некуда. Так что торопиться было некуда. Как вижу, неразговорчивый ты. Глаза тебя не обманули. Идёшь сама, и мне не мешай. Спустя пять минут я доел и вышел на свежий воздух. Я только сел на скамейку, чтобы обдумать всё, что со мной произошло, как тут же меня и поймала зеленоглазая змея. Привет ещё раз Дио, и вам не хворать. Ты же не забыл про то, что я говорил тебе в домике? Ага, забудешь тут. Конечно же нет. Вот и хорошо. Сказала Ольга и достала с кармана два куска бумаги. А что это такое? Эм, обходной лист и карта местности. Ты что, не знаешь? Чёрт, спалился. Извините, что рассказала раньше. Понимаете, я первый раз приехал в лагерь. Не очень-то всё знаю. А вот как? Тогда я сейчас всё побыстрее тебе расскажу и покажу. Начнём с карты. она достала небольшую карту с местностью и сумла мне под нос. А почему тут всё перечёркнуто? Ольга Дмитриевна, я что-то не знаю про вас. Почему тут всё перечёркнуто? Смотри, сейчас мы здесь. Ты будешь жить со мной в семнадцатом домике. Ты уже умеешь ей пользоваться? Если бы не умел, сказал бы об этом. Что дальше? Спросил я и забрал первую бумажку. Дальше обходной лист. Всё просто. Ты должен будешь обойти несколько мест. Общие кружки, мус-клуб и библиотеку. Всё. Серьёзно? И на это я должен тратить своё драгоценное время, но ты ж всё равно хуи пинаешь. И смотри мне, попадаешься хоть как-нибудь жульничать, а станешь себе жужжина из полдника. Понял, принял, не кипятитесь так. Давайте листок, я побыстром всё. А вот чё может завор сделать всё, я всё закончил, организатор такая. А что? А в смысле? Ты ж только так наверное даже до ужина успею. О, кстати об этом. Слушайте, расскажите мне о расписании. Когда там завтрак, ужин, ну и так далее. Ой, точно, я и забыл. Спасибо, что напомнил. У меня начала дымиться голова от этого мусора. убейте меня. Ну, твоё желание частично уже сделал Джотару. Так что, в смысле, желание уже выполнено, загадывай что-то другое. В девять утра у нас начинается линейка. Там говорится о заданиях на сегодня, возможно о мероприятиях. Ровно в полдесятого линейка заканчивается. Все пойдут на завтрак в два часа обед, в семь часов ужин. После этого вы свободны до восьми часов и спать. Все ясно. И даже не попрощавшись с вожатой, я отправился в путь. У меня была идеальная память, из-за чего, посмотрев карту в один раз, я запомню ее навсегда. И следующий же кадр, где я нахожусь? Первым делом я решил зайти в так называемые клубы. Из них слышался громкий шум приборов, поэтому понять, что там кто-то есть было несложно. Ну что ж, закончим это быстро. Зайдя без стука, я увидел двух дрыщавых парней. Одинаковый цвет волос и рост, они занимались какой-то чушью, которую мне было не понять. Они сначала удивились мне, но сразу приняли нормальный вид. О, привет, ты же тот самый новенький. Эм, Дио, да? Он самый. Что, уже обо мне все знают? Ну, честно сказать, я случайно узнал. Меня электроником звать, а это Шурик. Приятно, сказал подошедший парень, и притянуло руку, которую я успешно проигнорировал. Короче, скажу кредко, я пришел подписать эту бумагу. Сделайте. Конечно, сделаем, но ты вступишь к нам в клуб. Че? Понимаешь, нам членов в клуб не хватает, а ты как раз пришел. Слышите, парни, мне вся ваша чушь строительства и как там она называется неинтересна. Ну, тогда не будет подписи, все просто. Быстро подписал, иначе я остановил время, обошел этих двух шанташистов. Время восстановило свой ход. Живыми вы отсюда не выберетесь, а доказывать что-то уже никто не сможет. Что, как ты? Я буду убивать вас медленно, поглощая каждую капельку вашей мерзкой крови. Я буду наслаждаться вашими головами, которые валяются на полу и дохло просит о помощи. Быстро подписал этот сраный листок, сучонок. Ладно, ладно, не надо, пожалуйста. Вежливо попросили подписать, вежливо парни подписали. Все как обычно. Как вы поняли, первую подпись я получил, причем самым, что ни на есть, добрым образом. Ну, конечно, добра-то, добра-то. Шел-шел Дио и пнул электроника. Добра-то, добра-то. Из штанов всех валит добра-то. Следующей моей целью был так называемый клуб музыки. И его я видел еще, когда просто ходил по лагерю. Подойдя ко месту назначения, я услышал звуки, которые напоминали музыку. Похоже, там кто-то есть. Ну, и отлично. Я вошел так же без стука. Немного повернув голову, я увидел аквамариновую девушку, которая тихо, скромно играла на пианино. Ее глаза были голубого цвета, на ногах были чулки, а на лице улыбка. И чего ты пелишься на мигу? Что? Господи, не пугай так. Пока я услышал прекрасную мелодию, ко мне подошла Алиса, которая меня напугала, а за ней подтянула семейку. Ой, привет, я тебя не заметил. Когда ты успел войти, я же здесь не был, я же вошел, я просто не заметил. Нет, скорее всего, второй, ты же не мог сюда по-другому попасть. Я тут и заигралась, вот и не увидела, а я только что зашел. Безэмоционально произнес я. Слушай, а чего это ты здесь забыл? Привет, еще раз, меня Мику зовут. Нет, меня правда так зовут, но никто почему-то не верит. Мой отец советский инженер, а мама японка. Когда Мику, остановись, он понять ничего не успевает. Ой, извините, заговорилась. Я что-то, ну, я честно, случайно. Слушай, а тебя как зовут? Мое имя Дио. Все пришли, чтобы получить подпись в обходной лист. А официально-то как? Прям королевский? Я пришел сюда не шутки шутить. Мне нужна подпись, и я уйду. Говорит, я все так же с каменным лицом. Похоже, это их забавляло. Пока что я не решил поступать с ними так же, как с теми двумя. Им-то не поверят, а вот если уж четверо будут меня обвинять. О, все, ну, ладно, я сейчас за ручкой схожу и вернусь. Сказала девушка и ушла, а я остался один на один с Алисой. Девушка молча смотрела а я думал о своем. Слушай, а ты на гитаре не играешь? Нет, неинтересна мне музыка. Она пытается развить хоть какое-то дело. Ведь человек существо социальное. Такое молчание для них стыдное. Меня совсем не интересовало, ведь я пришел с одной целью. Ну, а что тебя вообще интересует? Как развлекаешься? Мне интересно разрушать и громить. Развлекаюсь я так же. А, не разговорщий ты какой-то. Язык проглотил. Ты уже спрашивал это в столовой. Да не люблю я это дело. Ее глупый вопрос начинали медленно, но верно надоедать. Наконец из мелкой подсобки вернулась голубоглазая с ручкой. Давай свой листочек. На! Сказал я и быстро передал его девушке. Слушай, а ты случайно на чем-нибудь не играешь? Я вот на всем умею. И на флейте, и на пианино, и на гитаре, и на барананах, и на кожу на флейте, но это уже совсем другая история. Мику, да не умеет он играть, не видишь что ли? Обычный зануда, которому бы только поворчать. Слышь, ты кем меня сейчас назвала? Да чтобы меня Дио Брандо назвали таким невежеством? Тем, что слышал. Если хочешь доказать обратное, то сыграй на пианино. Алиса, ну чего ты начинаешь? Чёртова девчонка хочет развести меня на эмоции. Не знаю, зачем мне это, но на такое я не поведусь. К сожалению, я не идиот, чтобы доказывать свою силу незнакомому мне человеку. Да и времени у меня на это нет. Поэтому я забираю бумагу и ухожу. Ясно всё с тобой. Ладно, пока, но ты заходи ещё. Обязательно. В следующей жизни слишком болтливая, слишком много слов. Бесит. Ещё это рыжеволосая. Слава господи, это всё закончилось. Теперь можно зайти в последнюю точку и заняться своими делами. Наконец-то. Я отправился в путь. Судя по направлению солнца, у меня ещё полчаса. Ну отлично, как раз поужиную и займусь своими делами. Библиотека представляла себя куб с окнами, через которые можно было всё разглядеть. Десятки советских плакатов, книг и так далее. И это всё было на месте. Больше в СССР я и не ожидал. Ладно, проехали. Зайдя в здание, я никого не увидел. Покурить ушла. Да, даже для библиотекарей здесь слишком тихо. Здесь буквально не было ни души. Слишком тихая тишина давила на разум. Эй, здесь есть кто? Зарал я во всю глотку. Мне даже не отвечали. Довольно необычно видеть такую тишину. Обычно в таких местах обитают самые уродливые люди на земле, которым хоть бы докопаться до славок. Наконец, спустя семь минут я увидел первого человека. Это была опять девчушка лет семнадцати. Она спала на столе и тихо посапывала. А я-то уж подумал, чё она на мой крик не услышала? Хороший работник, что скажешь? я подошел к столу. Вставай, как бы тебя не звали. Мне подпись нужна. Она не отреагировала. Ах ты ж! СССР развалился, вставай! А? Что? В смысле развалился? Сказала пробудившаяся пионерка. Эй, ты чё орёшь в библиотеке? Зачем разбудил меня? Совсем страх потерял? У меня его и не было. Подпиши мне эту сраную бумагу и я оставлю тебя навсегда. Агрессивна баба, убить бы её да нельзя. Я же за этим пришёл, мог бы подождать немного, совсем уже охерели. У меня нет времени слушать твои высказывания, женщина. Подпиши это и можешь забыть обо мне. Давай сюда, подпишу и вали к чёртовой матери отсюда. Она отобрала обходную или с яростью его подписала, смотрев мне в глаза. Готово, чтобы твоей ноги больше здесь никогда не было. До свидания, желаю сдохнуть поскорее. Я с ноги открыл дверь и пошёл прочь. Какая же наглая, тупая, мразотная тварь, кем она себе возомнила, раз так со мной разговаривает. Выбитая дверь явно послужит ей уроком. Наконец прозвучал горно. Рядом со мной пробежало человек двенадцать. Что меня удивило? Похоже, свежую тарелку еды я не получу. Но... Дио, а как же, блядь, твой завар, заварка? Давай! Я решил, что отдам обходной лист вожатой прямо на ужин, чтобы не искать ее. Да, так и сделал, еще и время не потеряю. Я вошел и взял тарелку, все с той же картошкой и котлетой. Людей было уже достаточно много, из-за чего найти место в одиночестве было довольно сложно. Наконец я нашел полностью свободное место и принялся за ужин. Что за странное чувство, как будто все тело сейчас развалится? Немного поразмыслив над этим я понял эту усталость от прошедшего дня. Мда, попал я по полной. В детский лагерь СССР, став молодым, при этом сохранив свой стенд. Звучит как анекдот? На эту тему я решил не разумывать, ведь я решил для себя, что буду плыть по течению и ждать лучшего. Это максимум, что я мог сейчас сделать. Пока я ел, ко мне подсела та самая девушка из музыкального клуба. По ее лицу было понятно, что ей очень весело, и этого я не разделял. Привет, Дио, как дела, что ешь? Ой, точно что-то за глупый вопрос, ты же ешь все, что и все. Слушай, а почему ты сидишь один, если есть столько мест с людьми? Хотя, такой же глупый вопрос, ты, наверное, не любишь разговаривать, или у тебя нет настроения. Крышковал слов, повалился на мои уши. Я не понимал половины ее слов, которые она проглатывала за секунды. О, господи, как же это бесит. Я хотела разодрать тебе шею, чтобы она больше никогда не разговаривала. От этих желаний ее спасали только свидетели. Ведь надо было сохранить нейтральность, и нормальное мнение людей обо мне, иначе могли бы пойти подозрения. Слушай, тебя же Мику зовут? Ой, да. Слушай, я сейчас отдам Ольге обходной и вернусь. Ой, конечно, я тебя подожду, не волнуйся. Ага, давай. Сказал я и ушел. Конечно же, возвращаться я не собирался. Да желание есть после ее появления не стало. Да, где же эта Ольга? Не могла же она не прийти на ужин? Ну, наконец-то. Она сидела одна и смотрела в тарелку, помашивая свои блюда. Здрасте, Ольга Дмитриевна. О, Дил, привет. Ты заполнил входной лист? Как раз-таки пришел отдать и вам его. Сказал я и протянул его. Молодец, быстро ты. Ну что ж, теперь свободен до восьми. Можешь делать все, что захочешь. Ага, спасибо, я пошел. Настроения не было совсем, я хотел побыть один, поэтому разговора не получилось. А Мику там сидит как ждун и ждет тебя, скорее всего. Наступил вечер, пионеры спокойно сидели на скамейках и болтали обо всем подряд. Я же просто ходил без цели, пытаясь что-то придумать. Дио? А? Вдруг послышался женский голос за моей спиной. Это было Славян. О, доброго вечера, Славя. Чего тебе? Тебе того же. Слушай, я знаю, что ты только что освободился и хотел провести время один, но можешь помочь мне с кое с чем? Да, они издеваются надо мной. Я хотел моментально отказать, но что-то внутри кольнуло прямо в сердце. А, какие-то вот две, две причины. Ладно, но только быстро. Я не знаю, почему я так ответил. Какая-то эмоция, реакция, не знаю, но что-то заставило меня не послать ее. Вот отлично, там все просто, нужно лишь перетащить пару колонок на площадь. Колонок? Зачем? В смысле зачем? Удивляю, она сказала славяна. А, ой, ты же не знаешь. Через два дня будет вечеринка, поэтому мы приносим и готовим все заранее. Самое тяжелое в прямом смысле это колонки. Их нужно принести со сцены на площадь. Тогда почему я должен тебе в этом помочь? Я не собираюсь на эту вашу вечеринку. Как это не собираешься? Вечеринка всеобщее мероприятие. Там должно быть все. Да и как можно не любить вечеринки? Там можно найти себе новых знакомых, послушать музыку. Да, мне плевать, я люблю быть один. Мне не нужны друзья. Слушай, не нужно мне рассказывать, что делать. Давай закончим твою просьбу как можно скорее и уйдем. Я рвявкнул и пошел. Славя начала плестись сзади, неудачно пытаясь начать диалог. Путь оказался немного длиннее, чем ожидал. Солнце полностью опустилось и на землю опустилась ночь. Клонки находятся прямо на сцене около лестницы. Ты увидишь ее, как только поднимешься. Понял, а сколько их там вообще? Ровно две по двадцать килограмм. А не дофига ли? Может ты хоть помо... Фига ты слаба чела, Дио. Извини, не могу, у меня со спиной проблема. А так бы и сама дотащила. Сама? То есть она хочет сказать, что сильнее меня? Да, Дио, тебя обоссали в фигуральном смысле. Хорошо, сейчас вернусь. Сказали, я, дожидавшись ответа, подошел к колонкам. Это и есть колонки? Серьезно? Ими оказались маленькие кубики, которые стояли друг на друге, со скрученными проводами. Ох, а пафоса-то было сколько. Люди всегда наводят на себя ужас, так. Я поставил одну колонку на другую и поднял их, как оказались намного легче, чем я думал. Я опустился к Славе и увидел, как девушка на меня удивленно смотрела. А, это тебе не тяжело? Нет, они легкие. Веди давай. Тебе точно тяжело вдруг спину надорвешь. Ой, какая же ты... Я говорю, что нет, мать твою, дай уже пройти. Я поставлю эту хрен, а те не уйду наконец-таки. Я же сказала, что мне не тяжело. Это значит, что мне не тяжело. Все, ушла. тупая, 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 тупая. Как же бесит, когда задаю тупые вопросы. Как же сложно с швабрами. Особенно, когда главная швабра это Дио. Спустя десять минут, я все же дотащил эти бандуры до площади. Я не знал, куда их поставить, поэтому оставил посреди территории. Фу, наконец-то. По моим расчетам у меня оставалось еще полчаса до отбоя, поэтому до дома вожата я решил дойти длинным путем. Ночной свет освещал дорожки этого загадочного места. Ночные сверчки уже открыли свои крылья, чтобы начать петь свои прекрасные успокаивающие песни. Ну что ж, я думаю, что мы на этом как раз-таки приостановимся и продолжим уже в следующей серии. Так что, если вам понравилось данное видео, то с вами был Найт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, длите видео с друзьями, и всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.